Слово Натальи, да. Да, урок как приключение. На уроке может случиться все, что угодно. Так, собственно говоря, и на семинаре может случиться все, что угодно. Хорошо, моя тема про мотивацию. Очень люблю эту тему, буду вести на курсе данный модуль. Перед вами сейчас две картинки. Можете ли вы мне написать, пожалуйста, в чат, какие вы видите отличия между двумя группами людей на этих картинках? Картинка номер один и картинка номер два. Чем они у нас отличаются? Вовлеченности, скука. Да, абсолютно верно. То есть на первой картинке студенты чем-то увлеченно занимаются, что-то обсуждают. На второй они абсолютно отрешенные и не хотят участвовать в процессе. И если бы я подбирала название к этим картинкам, то я однозначно бы назвала это одним словом мотивация. То есть либо ее есть, либо она есть, либо мотивации у нас нет. И в связи с этим у меня возникает к вам вопрос. Можете ли написать в чат, с какими учениками вы бы хотели работать, каким ученикам бы хотели преподавать? Единичка, если мотивированным ученикам, и двоечка, если немотивированным ученикам. Я в чате вижу несколько уже единичек. Это значит, да, кто-то хочет единички и двоечки преподавать. Да, на самом деле мнение людей всегда расходится, когда... Да, кот тоже замотивирован, это точно. Мнение расходится людей, когда мы обсуждаем эти картинки, всегда находится тот, кто хочет ради какого-то собственного челленджа работать с немотивированными учениками. Мы все, конечно, хотим изначально, чтобы дети пришли, работали, включались в урок, внимательно нас слушали и так далее. Но что делать, если вам достались немотивированные ученики? Таких очень, на самом деле, большое количество, иначе бы тема мотивации не была так популярна. Всегда встречаются ученики. Если у вас были такие, поставьте плюсик, которые не очень-то хотят участвовать в процессе обучения. Как вам кажется? Да, я вижу плюсики. У меня тоже, естественно, были такие ученики. Скажите мне, пожалуйста, как вам кажется, можем ли мы повлиять на мотивацию таких учеников? То есть можем ли мы вот этих вот лежащих на парке детей превратить в активных участников учебного процесса? То есть да или нет? Я вижу, Анастасия пишет, да, но не всегда. Да. Если есть кто-то, кто думает, что этого нельзя сделать, то 50 на 50. То есть, ну да, либо можно, либо нельзя. Я хочу сказать, что за свой опыт иногда получается, иногда, видимо, не получается. Я за свой опыт работы могу сказать, что однозначно, 100% мы можем повлиять, если знаем, как это сделать. И те из вас, кто пишет, что да, мы можем повлиять, возможно, ну или те, кто еще не написал по какой-то причине, просто слушают меня, наверняка вы пользуетесь тремя самыми популярными способами включения мотивации. Я сейчас буду о них кратко рассказывать. Если вы так делаете, вы можете... Миша, Миша, я с телефоном стою. Что я так, я тоже так делаю. Я очень сильно извиняюсь, у меня опять выбило. Елен, сделайте, пожалуйста, у меня опять организатор, я еще несколько саоргов сделаю и буду выключать всех, да. Значит, если вы так делаете, да, вы можете мне поставить сейчас плюс. То есть первое, ну не первое, а один из способов, которым, которые пользуются преподаватели, чтобы мотивировать учеников, это обращение к родителям ваших учеников, да. То есть некоторые преподаватели разговаривают с родителями, просят поговорить с учениками, да, объяснить, что на уроке нужно делать там то-то, то-то, что после урока нужно делать обязательно домашку, вот, что, может быть, наоборот, узнать об интересах у учеников, да, чтобы их вовлечь в урок. Ну, на самом деле, это способ такой себе, это способ включения внешней мотивации. Да, Анастасия, абсолютно верно, правильно вы пишете раньше, да, что это работает не всегда, не всегда родители готовы к этому, да, некоторые родители откровенно говорят, что вообще английский – это ваша забота, вот, пожалуйста, там, что хотите, то делайте, я там вам деньги заплатила, умываю руки, да. Есть родители, которые пытаются нам помочь, но в какой-то момент они тоже от этого устают и просто перестают нам помогать и говорят, ладно, мы тогда не будем. Наверное, английский, да, вот Инесса абсолютно верна, то, что хотела сказать, что я лучше заберу их, раз не получается. Вот, то есть этот способ есть, иногда он работает, ну, так себе. Второй способ, который часто используют преподаватели, это всякого рода вознаграждение, да, вот Нина в своем выступлении говорила про кристаллики, про наклеечки, знаю, что в некоторых языковых школах есть своя какая-то внутренняя валюта, да, за выполнение каких-то заданий дети получают баллы, потом на эти баллы или виртуальные деньги они могут покупать, да, там какой-то мерч, да, курсов, там, какие-нибудь кружечки, баночки или еще что-то, да, вот вижу, ставите плюсы, наверняка такое есть. Этот способ работает, но этот способ конечный, да, у него всегда есть, ну, такой конец, да, то есть дети приносыщаются этими всеми вещами, ну, например, либо нужно слишком много баллов набрать, чтобы какой-то приз получить, просто, ну, я понимаю, что я не смогу это сделать, у меня мотивация, ну, заканчивая, я тогда вообще делать ничего не буду, я же не могу получить то, что я хочу, или призы недостаточно привлекательны, ну, не нравится мне ваша наклейка, ну, собственно говоря, зачем я буду работать, да, то есть иногда работают, иногда не работают, но, несомненно, лучше, чем просто обращаться к родителями. И третий способ, ну, наверное, такой из этих трех топ, больше всего мне нравится, это когда вы обращаетесь к интересам, да, к интересам своих учеников, и на уроке начинаете использовать, ну, там, узнали, что ученик любит читать, там, книги про Гарри Поттера, и вы начинаете приносить видео из фильмов, или включать в упражнение имена героев из этой книги. И я тоже проходила через вот этот способ в внешней мотивации, да, и хочу показать вам небольшой отрывок со своего урока, что случилось с моим учеником, когда я... Ну, если вы заметили, мотивация поговорить не было звука, да, надо совместное деление звука мне было, видимо, сделано. Так, давайте еще раз. Он очень похож на пардиолу. Сейчас есть звук? Это Пеп? Да. Он футбол трейнер. Да, я знала, что ты знала. Что ты знаешь о нем? Он футбол коуч, лучше сказать. Теперь, я надеюсь, слышно было, да, то есть как только ученик увидел интересную для себя тему, он сразу же моментально перешел на английский язык, начал говорить, хотя буквально две минуты назад его состояние на уроке выглядело следующим образом, то есть буквально две минуты. Вот, поэтому действительно, когда вы используете разные интересы ваших учеников, узнаете их, это работает. Но у этого способа включения внешней мотивации есть тоже минус. Ну, во-первых, если вы работаете с группой, то у вас может оказаться в группе абсолютно разные интересы у ваших подростков, да, и что тогда делать? Устанавливать очередность, да, в понедельник говорим про твои любимые интересы, во вторник там про машины интересы или как, непонятно, да. Бывают очень сложные темы, которые интересуют ваших учеников, и тогда вот, ну, то, что вы видите на экране, коллеги ходят, просят у друг друга подсказать, где можно взять какие-то материалы. То есть способ хороший, вы видите, что он работает, да, вот на моем ученике, вы это заметили, я думаю, что на своих учениках вы это видели, но усложняется, да, тем, что нужно искать, готовить специально материалы. Вот, поэтому вот эти три способа включения внешней мотивации, они работают, но они конечны, да, потому что они в какой-то момент заканчиваются, и мотивация начинает проседать. И поняв это, я начала задумываться о том, что, может быть, нужно работать на уроках не над внешней мотивацией, да, а включать именно внутреннюю мотивацию, чтобы у меня было желание, я хочу это делать, мне интересен этот процесс, я не могу от него оторваться, да, а что уже закончился урок, говорят ученики. Они включаются, да, вот как на первой картинке мы видели. И я нашла три интересных подхода к включению внутренней мотивации, которая как раз позволяет включить, да, 100% учеников в работу, зажечь их, и это, эти способы, они работают постоянно, то есть у них нет конца, да, и нет присыщения этими способами, да, мотивацией. Их три, как я уже сказала, ну, их больше, но мне нравятся три, я кратко очень про них вам сегодня расскажу. Первая модель, которая мне понравилась, и я ее иногда использую в своей работе, это модель мотивации по Герчикову. Если вам интересно, вы можете подробнее про нее найти и почитать. Что интересно в этой модели? Эта модель дает нам понимание того, как нужно общаться с разными учениками, да, то есть кого нужно похвалить, кого нужно поругать наоборот, потому что если не поругаешь, он не будет работать, есть такой тип, например, избегающий, кому-то дать больше свободы, да, кого-то нужно контролировать и так далее. То есть действительно очень интересно, если не знаете, можете познакомиться, на курсе мы тоже будем про это говорить. Да, эта модель, Анна пишет, она используется менеджерами по персоналу, которые вот работают в организации, сотрудниками, ну, на самом деле, если вы академический директор, например, у вас есть педагоги, вы можете тоже различить таким образом, кто их кто, кто есть кто из ваших педагогов и научиться с ними работать. Ну, и с детьми то же самое, то есть мы понимаем, как выстроить с ними взаимоотношения. Есть минус, да, у этой модели нужно много времени, чтобы понять, кто есть кто. Да, есть тесты, можно пройти тестирование, да, вот Наталья отвечает на этот вопрос, да, есть тесты, по которым, которые могут пройти ученики, но здесь такой вопрос, будут они его проходить, не будут проходить, я не знаю, насколько это интересно подросткам. Скорее всего, методом наблюдения вы придете к тому, кто у вас там избегательный тип, кто патриотический, кто хозяйственный и так далее, но это занимает достаточно большое количество времени. Да, конечно, это можно делать, я очень люблю, когда в чате начинается обсуждение, это можно делать на теме персонелити и так далее. Ну, как хотите, это работает, это действительно работает, но просто нужно очень много времени, чтобы понять, кто есть кто. Если вы этого не боитесь, это очень классно. Следующая методика – это психотипы Бартла, и про них Лена Кудинова очень много уже на самом деле рассказывала, и мы использовали психотипы Бартла в основе нашей геймификационной системы, которая называется Battle of Wizards, где, собственно говоря, вы можете благодаря этой системе добиться того, чтобы ученики начали выполнять домашнее задание, если есть такая проблема. В отличие от модели Герчикова, психотипы Бартла помогают вам понять, какого плана упражнения нужно приносить на урок. Нужны ли в этой группе командные задания, если там только киллеры, то есть те, которые любят соревноваться и быть первыми, им не нужны командные задания, если таких большинство в группе, значит, не заходят проектные какие-то работы, не заходят групповые упражнения именно потому, что им это неинтересно. И наоборот, если у вас вся группа socializes, которые любят общаться с друг с другом и ради этого ходят на занятия, а вы постоянно, например, используете какие-то индивидуальные формы работы, то им тоже становится скучно, они теряют мотивацию и в какой-то момент могут перестать ходить. Да, то есть здесь мы понимаем по психотипам, какие упражнения использовать на уроке. Конечно, вы можете приносить разного рода упражнения, обычно группы состоят из разного количества учеников, да, и, собственно говоря, тоже как понять, да, кто из кто. Есть, конечно, тоже тесты, которые это могут позволить, ну и наблюдение, наверное, один из лучших способов наблюдать. И опять получается, что это немножечко время затратно, да, time consuming, пока пройдет время, пока мы узнаем, кто есть, кто уже может что-то случиться. И да, могут быть смешанные, конечно, не обязательно быть в чистом виде, абсолютно верно, вы пишете. И я была абсолютно счастлива, когда нашла такую информацию о том, что существуют триггеры внутренней мотивации, которые работают всегда, везде, со всеми людьми, в любом контексте, на уроке, в жизни, на работе, где хотите, не надо время наблюдать, не надо определять никакие психотипы, не надо давать тесты, ничего делать не надо, нужно задействовать триггеры, да, такие кнопочки. Их кнопочек семь, они сейчас перед вами на экране, и просто приведу, да, небольшой пример, ну, например, творчество всегда включает внутреннюю мотивацию, да, еще раз, внутренняя мотивация, когда вы не можете остановиться что-то делать, вам нравится, вам хочется, вы находитесь в потоке, да, и вы поглощены. Вы можете вспомнить себя, да, например, когда вы готовитесь к какому-то уроку и начинаете искать интересный материал для ваших учеников, скорее всего, вы иногда ловите себя на мысли, что прошло уже, там, не знаю, два-три часа, а вы вот все ищете, вам интересно, да, то есть вот у вас вот это потоковое состояние и мотивация ваша внутренняя включилась. То же самое происходит с вашими учениками. Или любопытство, да, стоило Нине сегодня вам донетку игру предложить про этих миллионеров, которые на самом деле были миллиардами, сразу ответы в чат, да, полетели, потому что вам было любопытно узнать, почему и что это происходит. В курсе мы будем разбирать формы работы, упражнения, которые включают творчество, которые включают любопытство, да, которые включают выбор и так далее и тому подобное, да, то есть прям подробненько будем об этом всем говорить, и вы любое упражнение в учебнике можете подкрутить, да, чтобы оно стало мотивирующим. Евгения не видит картинку, другие тоже не видят картинку. Творчество, любопытство, челлендж, взаимодействие с другими, выбор, взаимопонимание и фан, ну, то есть веселье, да, веселье. Ну, и хочу вам предложить потренироваться, да, можете мне написать в чат, как вы думаете, какой триггер сработает, если вы ученикам предложите следующее задание, да, вы просите учеников написать несколько вопросов, а затем говорите им, come up to any three students in the classroom and ask your questions. Как вы думаете, какой триггер мотивации сработает, и, если честно, такое упражнение всегда дети с удовольствием выполняют. Тут может быть несколько триггеров, да, в одном упражнении. Выбор, взаимодействие с другими, абсолютно верно, да, то есть вы выбираете, к кому подойти, вы взаимодействуете, любопытно узнать ответ, да, может быть, тоже, да, в какой-то степени, ну, и творчество тоже может быть, потому что вы придумываете вопросы или ответы на вопросы, которые вам заданы. Хорошо, а если у нас будет вот такое задание, да, то есть вы принесли, например, игру бинго на уроке для повторения лексики, да, у вас есть список слов, из которых ученики должны выписать какое-то количество, и вы потом играете в игру бинго. Челлендж, да, потому что это игра. Фан, потому что это, да, тоже игра, это весело. Что еще может быть? Это может быть выбор, потому что вам нужно выбрать, например, шесть слов из десяти, которые вы проходили. Отлично, да, и, как правило, вот это все очень хорошо работает. Ну, и последнее задание, да, такая тренировочка наша продолжается. Если у вас задание prediction, да, то есть нужно что-то предсказать по тексту, что у нас здесь может сработать. Ну, давайте я вам пример приведу, да, я вижу, что вы пишете. Вот смотрите, что мы делаем, да, прежде чем читать текст, который называется schools, ну, так себе иногда для некоторых учеников про это читать, да, я его превращаю вот в такой пазл, заменяя несколько слов пиктограммами, да. Как вы думаете, какое первое предложение будет в этом тексте, как вам кажется? Если кто-то не стесняется, можно сказать голосом, да, можно написать в чат, как вы думаете? There are many schools in the world. There are many schools in the world. Окей. Any other ideas? Можно второе предложение взять? There are a lot of schools on our planet. Да, такая есть идея, София. Отлично. Ну, как правило, студенты, да, вот вы уже выше, сама private, вы уже выше писали, да, что включается и творчество, и любопытство, ну, выбор, не знаю, веселье точно будет, потому что они будут придумывать, да, что же это, о чем же это текст, и, как правило, после того, как они придумали, придумали вот этот свой собственный вариант, им очень хочется узнать, что же там было на самом деле. А на самом деле там было вот что. There are many types of schools in the world, да, кто-то был прав, да, у нас, отвечая голосом. Some are expensive, some are private boarding schools, ну, и так далее. То есть, как правило, детям уже намного интереснее читать этот текст, и они сравнивают, обращаются к своим идеям, и таким образом у них работает внутренняя мотивация, да. Ну, и вы уже абсолютно точно перечислили, что здесь включается и в творчество, и любопытство, и челлендж, и фан, и взаимодействие, если вы просите их в группах придумать, да, о чем будет содержание текста. Поэтому вот из этих трех моделей я считаю, что самая универсальная и самая лучшая для применения на наших с вами уроках – это использование триггеров внутренней мотивации. Вот, ну, и теперь хочу вернуться к вопросу. Теперь, я думаю, вы точно понимаете, что мы можем повлиять на мотивацию наших учеников, и мне хочется получить вот от вас обратную связь. Как вы теперь можете влиять на мотивацию ваших учеников, что вы бы использовали, да, на своих ближайших уроках, чтобы включить интерес у детей. Ну, а пока вы пишете, я просто хочу сказать, что подробнее мы будем говорить о мотивации на нашем курсе, и, собственно говоря, старт модуля «Мотивация» будет у нас с 17 октября. Спасибо большое за внимание. Текст со смайликами хотите использовать? Интересы учеников? Челлендж отношения в группе? Отлично. Да, пишите, пожалуйста, что еще будете использовать. Елена, я передаю. Да, Наташа, спасибо большое за выступление. Вот, приключение у нас состоялось, но оно не помешало рассказать подробно и поделиться, ну, какими-то полезными идеями, да, которые, я думаю, наши коллеги уже пойдут, смогут использовать у себя на работе, так они пишут в чате, да. И спасибо, да, Анастасия Похлопла, может быть, еще кто-то к таким беззвучным аплодисментам присоединился. Да, я вижу, коллеги аплодируют, спасибо большое. А, видно, да, ну, все, хорошо, спасибо большое. Да, значит, еще раз, как Наталья сказала, что у нас модуль по мотивации будет проходить вот в эти даты 17 октября по 6 ноября. Почему в это время? Потому что, ну, в нашей широте, да, как правило, наступает осень, становится грустно, солнечных дней все меньше и меньше. Мотивация к обучению уже, к концу второго месяца обучения сильно падает, и, как бы, эти знания по мотивации, они помогают не только студентам зажечься, но и педагогам тоже, потому что, когда ты делаешь и видишь обратную связь от студентов, да, горящие глаза, у тебя тоже мотивация к работе возрастает. Как Наталья говорила, да, будем рассматривать разные виды мотивации различного вида задания, которые смогут помочь вам с вашими студентами. И в качестве, ну, такого готового примера материалов вы все получаете, кто учится на этом модуле, нашу готовую мотивационную систему, гимнфикационную систему Battle of Wizards. Ссылку на нее, посмотреть, что это такое. Я кидала в чат, да, мы потому что тоже будем на этом курсе затрагивать и классификацию игроков по партву, ну и другие мотивационные системы. Вот, так что присоединяйтесь с 17 октября до 6 ноября. Ну и у нас есть еще один чит-код к подростку. Это пробуждение интереса, когда мы делаем весь урок как приключения. Этот курс будет проходить с 14 ноября по 4 декабря, чтобы вы уже в декабре смогли, во-первых, провести такие сюжетно-ролевые игры, уроки рождественские. Ну и на этом модуле мы покажем, как правильно вписывать игровые активности на разный этап уроков. То есть какие игры подходят на предъявление материала, какие на practice, какие на production. Вообще, где подходят игры, где подходят какие-то другие способы и как все это можно объединить одной общей историей. То есть немножко про драматургию поговорим, как вообще пишутся сюжеты и как легко и просто придумать любой сюжет для любого урока. Просто я помню, когда-то давным-давно, когда в 12-м году мы начали заниматься играми геймификации, я говорила, что истории придумывать нереально, нужно иметь какое-то специальное образование или специально настроенный мозг. Нет, на самом деле это все практика. И как только тебе объяснят технологию, как придумывать истории, то вы можете писать блокбастеры покруче многих сценаристов из Голливуда. Вот этот модуль у нас будет с 14 ноября по 4 декабря. Ну что ж, а сейчас я думаю, что вы уже нашли все буквы, которые станут вашим промокодом. Напишите в чате, кто нашел все буквы. Можно просто, что да, нашел. О, ура! У нас есть люди, которые были очень внимательными. Это ваш промокод. Давайте я сделаю такую еще небольшую помощь. Вот можно еще посмотреть на этот слайд. Здесь спрятаны все буквы. На одном слайде все буквы с промокодом. Напоминаю, что этот промокод дает вам скидку 10% на любой тариф нашего курса. Вот QR-код, когда можно перейти на сайт нашего курса. Еще раз посмотрите на слайд. Если вы уже нашли все буквы, проверьте, что они здесь есть. Среди вот этих зелененьких значочков есть буквы какие-то. И из них можно составить промокод. Так, ну что, люди начали находить. Вебинар в записи будет. Вы все, кто зарегистрировался, вы получите запись вебинара. Мы на самом деле с вами пока еще не прощаемся. По стоимости курс, ну вы можете на сайте посмотреть, да. Ну и также вот мы вам показываем стоимость одного. Модуль одного мини-курса или весь курс, если вы берете целиком. Да, пять букв. Да, пять букв у нас в промокоде. Давайте я вам еще раз верну слайд с промокодом. И он пока у нас сейчас здесь.